Ну что, всем привет! Мы находимся в самом сердце каменных джунглей в городе Бангкок. За моей спиной находится на сегодняшний день самое высокое здание в Бангкоке, это Маханакон. Здесь же у нас идет весь центр, ну половина центра, на самом деле город просто необъятный. И тем не менее мы находимся в самом эпицентре, на 49 этаже в здании State Tower. Сегодня мы будем знакомить вас с очень дорогими квартирами, которые существуют в Бангкоке. И начнем мы с односпальной квартиры 88 квадратов. Погнали! Ну что, мы на 49 этаже. Это у нас односпальная квартира 88 квадратов. Этому дому около 18 лет, но это, с одной стороны, здорово. То есть здесь можно, учитывая, что локация отличная, рядом центр, рядом все бутики модные, торговые центры, все транспортные сообщения. То есть 18 лет назад еще земли было много, строили прям в хороших местах. На сегодняшний день есть проекты, которые находятся гораздо дальше, и там цены за квадрат 250, 300, 400 тысяч бат. Мы находимся в самом центре, здесь у нас цены от 130 до 150 тысяч бат за квадратный метр. Практически как на Пхукете. Но о ценах поговорим чуть позже, об инфраструктуре тоже. Сначала с квартирой познакомимся. Но здесь все просто, ничего удивительного мы здесь не увидим. Диваны, телевизоры. Естественно, в стоимость квартиры входит все, включая полки, плитки, холодильники, все эти дела. В общем, полная меблировка. Тут у нас санузел. В санузле какой-то пульт. А что за пульт? А! Ну это биде какой-то. Ну я с Хабаровской, я таким пользоваться не умею. Так, у нас тут ванна, душ. Идем дальше. Можно было, мне кажется, вот здесь еще шкаф поставить. Да ладно, здесь у нас зеркала. За зеркалами шкаф. И тут шкаф. Да, это все шкаф. Ой, смотри, какой глубокий шкаф. Ну да, тут можно весь свой хлам хранить. И спальня. Спальня очень светлая. Тут у нас туалетные столики. Все работает отлично, но видно, что мебель уже не первой свежести. Я бы, если честно, потратил бы там 500-600 тысяч на новую фурнитуру, чтобы это все обновить. Но самое главное, что есть в этой квартире, это вид. Я думаю, что это основополагающий фактор ценообразования на такую недвижимость. Вид бомба. Хочется спеть песню. Бангкок, звонят колокола. А вон, кстати, золотые купола я вижу. Тоже какие-то здания красивые. Вид просто бомба. Я представляю, как здесь шикарно все выглядит вечером, когда все это светится. Мы также находимся на 49 этаже. Это тоже односпальная квартира, но чуть поменьше. Здесь у нас 74 квадратных метра. Планировка похожая. Только там все-таки было ощутимо побольше. Но в принципе единый. Мебель везде одинаковая. Тут даже полностью он с вилками, с ложками. Все укомплектовано. Какие-то мелочи. Где мне такой чайник нашли? Для современных людей есть электрический. Так, ну-ка, может, что-нибудь еще найду интересное. Бокальчики. Ножи. Пакет с пакетами есть? Нету. Но есть тапочки. Специально взял телефон в руки, чтобы вам показать. Вот первое, на что я обратил внимание, когда зашел в эту квартиру. Это вот эта книга. Я почему-то первое, о чем подумал, что что здесь делает Алла Борисовна. Ну смотри, похоже. Похоже? Алла Борисовна Пугачева, но это не она. Это какая-то Сара из «Моя история». Ну какая-то писательница. Дай бог ей здоровья. Так, здесь у нас также санузел с интересным пультом. Здесь опять шкафы, шкафы, все в зеркалах. Опять тапки. Элементы. Искусство. Бесценное также входит в стоимость квартиры. А вот мне, кстати, здесь больше нравится, как сделана вот эта зона. По одной простой причине, что здесь вот шкаф как-то так утоплен. Ну и вот просто визуально здесь пространство. Ну приятнее ощущается. Спальня аналогичная. Тоже с мебелью, с такими двигушками. Телевизор надо было для уюта повесить. Видите, есть магический шар для того, чтобы гадать, заниматься всякой эзотерикой. Ну и вид, естественно, вид опять же бомбический. Стеклопакеты, конечно, добротные. Ну, правильно, здесь такое движение внизу интенсивное. Нужна очень хорошая звукоизоляция. По ценам самое интересное. Вот предыдущая квартира, она больше. И она у нас по цене 13 миллионов 200 тысяч бат. Эта квартира стоит 11 миллионов 100 тысяч бат. График платежей, он будет единый. Сначала бронируется квартира депозитом 100 тысяч бат. Далее в течение месяца оплата 30%. Минус несенный депозит. И последним месяцем, то есть еще один, вкупе у нас будет 2 месяца всего. Последним месяцем вы добиваете 70% и таким образом забираете ключи и заезжаете в свою собственную квартиру. На все квартиры в этом проекте действует программа по гарантированной доходности. Она составляет 30% всего. И программа эта разбита на 5 лет. То есть каждый год застройщик выплачивает вам 6% годовых в тайской валюте. При этом, если вы берете квартиру под гарантированную аренду, то у вас нет возможности проживать в этих апартаментах. Но если же вы хотите квартиру под себя, вы можете поговорить застройщиком о том, что... Ну или мы за вас это сделаем. О том, что вам программа по гарантированной доходности не нужна. И тогда мы сможем выбить для вас какую-то ощутимую скидку. Также здесь из инфраструктуры есть и бассейны, и джакузи. И за моей спиной большой спортзал. Все это находится на этаже G. По уровню мы, наверное, этаже на 20-22 находимся. Ну, в общем, высоко. Даже отсюда очень красивые виды. И здесь еще есть один ресторан. Очень приятное обслуживание. Здесь все так улыбаются. Все тебе так рады. Круто! Субтитры сделал DimaTorzok Ну, помимо того, что в Бангкоке есть высотки, где ценник за квартиру по факту определяется высотой этажа, как в предыдущем проекте, который мы только что построили, то есть также проекты, которые находятся в центре, рядом с улицей Суховид. Место, где мы сейчас находимся, называется Тонгло 23. Это район в центре Бангкока, но здесь в основном вокруг идут малоэтажные здания. Есть виллы, таунхаусы. И здесь ценник просто космический. Этот проект, который мы сейчас с вами рассмотрим, называется Нивати. Это тайский застройщик. И здесь цены у нас идут от 265 до 300 тысяч бат за квадратный метр. Здесь в доме всего 7 этажей и всего 52 квартиры на весь дом. Кстати, здесь еще странно. Обычно, например, Паттайя или Пхукет 30 или 40% от количества квартир вот столько парковочных мест должно быть. То есть в доме, где 100 квартир, 30-40 парковочных мест для автомобилей. Здесь 52 квартиры и 78 парковочных мест для жильцов. Но ясно, понятно, что люди, которые покупают здесь квартиры по 30-60 миллионов, имеют не одно авто. Еще, наверное, и нехилое. Ладно, мы сейчас находимся в шоуруме. И пока проект строился, этот шоурум был предназначен для того, чтобы показать людям, какие отделочные материалы, какие планировки будут здесь. Сразу же по отделочным материалам. Здесь вот разные раковины. Все сделано очень круто. Видно, что материалы эти далеко не дешевые. Менеджер-застройщикам меня уверяет, что они заказывают все с Германии, с Италии. Сайдинг в здании внешний и заказывали с Турции. И что это все очень-очень дорого. Опять что-то тут какой-то фетиш в Бангкоке пошел с туалетами. Любят они пульты сделать. Так, ну-ка. Так, ладно. Опа. А ну-ка давай обратно. Сейчас побалкиваемся, подожди. Так, температуру. Вентилятор включил. Короче, тут функций больше, чем у меня в телефоне, ладно. Не туалеты приехали снимать. О, здесь душевая. Тропический душ и стандартный. Все переключатели очень красивые. Ванна. Ванна тоже бомба. Здесь вон даже все и соль положили, и мыло. А пахнет как в шоуруме. Вот, еще раз убеждаюсь, что каждый раз, когда смотрим крутые проекты, там всегда нереально круто пахнет. Кухня. Ну, тут можно и передачи вести. Все, перчик, розмарин, яичко. Все на месте. Книжка. Нехилый холодильник. Нет, все сделано вообще очень круто. Нереально круто. А, ну-ка, посудомоечную машину поставили мне? Нет, не поставили. Мы поставили какую-то штуку для напитков. Ладно. И здесь, здесь даже, смотрите, даже показали, как будут выглядеть двери. Пропуск будет по магнитным карточкам. Я вообще первый раз вижу, что в шоурумах даже показывали, как будут выглядеть все панели, розетки. В общем, ребята тут озадачились по полной. Показали будет, даже как будут магнитные замки выглядеть на дверях. Крутые. Но, ребята, я таких дверей давно не видел. Просто добро пожаловать в роскошную жизнь. Как здесь пахнет, не передать. Очень вкусно. Ну, что сказать. Кучеряво живут. Все очень красиво сделано. Нереально красиво. Правда, чуть-чуть с декорациями переборщили. Ну, ладно. Очень много хрусталя. Посмотрим, как тут все работает. Не подключено, видимо, еще ничего. Это у нас квартира с двумя спальнями. Тупбедром здесь 130 квадратов. Высота потолков здесь солидная. Я вообще просто онемел на секунду. Уже не знаю, что сказать. Все очень красиво. Нереально красиво. Я бы хотел, 100%, я бы хотел жить в такой квартире. Пойдем погуляем. Здесь у нас шкафы гостевые, наверное. Здесь туалет, кстати. Просто туалет и раковина. А тут идем смотреть сюда. Здесь у нас кабинет. Рабочая зона. Ну, как пахнет, просто не передать. Офигенно. Здесь первая спальня. Душевая, туалет. Спальня небольшая. Судя по всему, мастер бедрум у нас будет впереди. Тут Шанель, все дела. Как? Подходит мне? Нет, не подходит, конечно. Ладно. Идем дальше. Пошли мастер бедрум смотреть. 130 квадратов. Давайте посчитаем. 130 квадратов умножаем условно на 300 тысяч. Берем калькулятор. Методом нехитрых движений получается. 130 квадратов умножить на 300 тысяч. 39 миллионов бат. За 130 квадратов в самом центре Бангкока. В малоквартирном доме. Ну, много или мало, сами для себя можете определить. Ну, я бы сказал, что это не самое дорогое, что я здесь видел. Но это стоит этих денег. Какая здесь мебель, какая здесь техника, какие здесь отделочные материалы. Все выглядит очень шикарно, очень дорого. Даже ничего плохого говорить не будем. Все понравилось. Вообще название конда, Невати, с тайского переводится как мирный дом или что-то умиротворенный дом. То есть, концепция такая, что малое количество квартир в самом центре такого живого города, таких каменных джунглей, как Бангкок. Самые недорогие квартиры здесь начинаются по цене где-то от 18 до 20 миллионов. То есть, это будет 78 квадратов на нижних этажах без мебели. То есть, будет только встроенная кухня, будет санузлы, кондиционеры. Но не будет всех декораций, не будет диванов, телевизоров и все фурнитуры. Вот. Ну, конкретно эта квартира стоит 39 миллионов бат. Поэтому, если вдруг завалялся один-другой миллион долларов, не знаете, как потратить. В Бангкоке огромное количество домов, где можно это все реализовать. Поэтому, если вас вдруг интересует покупка недвижимости такого формата, можете писать нам. Мы обязательно подберем вам что-нибудь просто замечательное. А на сегодня я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok